Как часто вы записывались на прием в ЖКХ по вопросам жилья или разбитых дорог и получали в ответ тишину. Таких историй, когда вопросы жителей Шимкента оставались без ответа сотни. Исправить ситуацию обещает попробовать Дулат Куашбаев. Коренной житель города всерьез обеспокоен разладом между обществом и местной властью. В роли депутата городского Маслихата мужчина планирует создать для обсуждения проблем диалоговую площадку. Изначально желание баллотироваться и стать депутатом городского Маслихата заключается в том, что я ощущаю, что общество нуждается в интегрированности молодежи. Молодежь, не только молодежь, но и общество. Мы часто сетуем, говорим, что общество остается в стороне от госуправлений, от тех вещей, которые происходят в городе. Тому самый яркий пример строительства жилого комплекса на территории ипподрома сейчас нужно создавать диалоговую площадку. По словам Дулата, помочь решить многие проблемы на диалоговой площадке может молодежь. У них свой взгляд на разные ситуации. Все, что мы имеем сегодня, это кафе, рестораны, лаунж-бары. Молодым людям негде самореализовываться, встречать таких же интересных, себе подобных людей. Создать площадку, где будет такая социальная интегрированность, общение молодежи между собой. Интегрировать молодежь именно в госуправление в этом и заключается, что молодежь должна приносить, превзносить свои новые идеи. На развитие участник праймерисы делает ставку. Под руководством предпринимателя в Шамкенте много лет успешно работает Центр непрерывного образования с детским садом, школой и колледжем. Здесь же обучаются десятки шамкентских детей, школьников и студентов, которые получают качественное бесплатное образование в рамках поддержки малоимущих и многодетных семей. Наверное, поэтому Дулат не остался в стороне, когда после взрывов в Арысе казахстанцы начали восстанавливать разбомбленные дома, детские сады и школы. И за свой счет отремонтировал одну из школ города, чтобы дети могли продолжить свое обучение. Развивать нужно и внутренний туризм. По словам Дулата Куашбаева, он несколько месяцев помогал местному управлению туризма и организовывал поездки для зарубежных англоговорящих туристов. Он уверен, путешественники в Казахстан едут за тем, чтобы прикоснуться к древности. В Шамкенте с этим сложно. Нам нужно создать базу для двух-трехдневного туристического программы, где приехал турист, он остановился. Здесь есть ему что посмотреть. А на данный момент ничего нет. Конечно, делаются работы, большие работы делаются, большие средства выделяются. Но хотелось бы, чтобы это было не так, как получилось у нас в старом городе. Идеальный травертин, идеально лощеные улицы, вот эти фонари. А сделать это, ну, воссоздать кишлак 16 века. Воссоздать. Прям атмосферу такую придать. Наверное, вредов, если все это осталось, как это все выглядело. И отдать вот эти маленькие помещения, ларьки малому-среднему бизнесу. Отдать инвалидам, которые, сидя в одном месте, шьют, делают разные ремесла. И отдать им, ну, как безвозмездно, освободить их от налогов и от всего. И насколько это было бы интересно. Коренной житель Шымкента мужчина рассказывает, насколько он удивлен тем, как наши жители относятся к родной земле. На каждом шагу в городе и за его пределами – мусор. Поэтому Дулат создал в Шымкенте своеобразный экологический десант. Молодые и неравнодушные волонтеры еженедельно очищают от мусора дворы, территории рядом с водными каналами, а также туристические места. По словам мужчины, третий город-мегаполис страны должен выглядеть опрятно и соответствовать своему статусу культурной столице СНГ не один год, а все время.